Здравствуйте, я учитель истории школы гимназии 24 Бекмурзаева А.К. Казрита Лиевна. Тема нашего сегодняшнего урока – цивилизации нового мира. Это урок по мировой истории для 10 класса. Итак, начнем. Новое время было важнейшим этапом в процессе становления современной мировой цивилизации. В эту эпоху происходит переход общества от традиционного типа к индустриальному. Термин «новая история» появился в европейской политической мысли еще в эпоху Возрождения. Европейские мыслители-гуманисты, осмысливая пути развития человеческой цивилизации, предложили деление истории на три периода – на Древний мир, на Средние века и на Новое время. Это деление прочно закрепилось в исторической литературе. Что касается вопроса о хронологических рамках данного периода, то среди историков до сих пор нет единого мнения по этому поводу. В последнее время большинство историков полагают, что начало нового периода и мировой истории следует отнести к рубежу XV-XVI веков. В это время в жизни европейского общества происходили изменения глобального характера. В экономической сфере начинаются противоречия с традиционными устоями средневековой экономики. Такие процессы, как активное развитие торговли, активное развитие финансового и банковского дела, появление и расширение мануфактурной промышленности, начавшийся процесс первоначального накопления капитала. В XV веке в Европе начинают возникать первые мануфактуры. Это были крупные производства, основанные на ручном труде. Что являлось причинами возникновения мануфактур? Первая причина – это было возрастание требований к изделиям ремесленников. Второй причиной были технические изобретения. Третьей причиной возникновения мануфактур стало существование рынка свободной рабочей силы. И последней причиной было увеличение капитала, которое было необходимо для организации производства. Мануфактуры появлялись в новых видах производства, например, в книгопечатании, в стекловарении, в судостроении, в изготовлении оружия. На мануфактурах существовало разделение труда. Трудились наемные работники, которые были лично независимы. Использовались механические устройства. Вся производимая продукция принадлежала владельцу мануфактуры. Мануфактуры были первыми ранними капиталистическими предприятиями. Различали два вида мануфактур. Это была рассеянная мануфактура и централизованная мануфактура. Рассеянная мануфактура называлась производство определенных видов продукции на дому у предпринимателя. Централизованная мануфактура – это было производство, сосредоточенное в одном помещении. Также в сельском хозяйстве в 15 веке тоже были свои особенности. Например, большинство крестьян к этому времени были свободны, но безземельны. Возникали первые фермерские хозяйства с наемным трудом крестьян. Применялись новые сельскохозяйственные орудия труда. Преобладали зерновые культуры. Но на юге начинает распространяться виноградничество и садоводство. В 16 веке начинается распространение новых культур – кукурузы, картофеля, томатов. Это было связано с великими географическими открытиями. Также в 16 веке начинается сельскохозяйственная специализация районов. Начинается развитие пригородного огородничества и садоводства. Увеличиваются объемы выращивания технических культур. В 14-15 веках животноводство приобретает первостепенное значение. В тех районах, где заниматься земледелием было неблагоприятно. Как же происходил переход от феодализма к капитализму? На смену ремесленному производству и цехам приходит мануфактурное производство. Ручной труд заменяется на машинное производство. На смену мелкотоварному производству приходит крупное товарное производство. Если господствующими классами в эпоху феодального строя были феодалы и крестьяне, которые лично зависели от феодалов, то в эпоху капитализма появляются новые классы – буржуазии и наемные рабочие. Наемные рабочие были лично свободны. На смену натуральному хозяйству приходит товарное производство. Вместо слабого развития торговли приходят товарно-денежные отношения. И низкий уровень развития техники меняется на активное использование техники. В начале нового времени основным источником энергии была мускульная сила человека и сила животных, работа ветра и воды. Ранее новое время не принесло технических открытий, только использовались изобретенные механизмы прошлых лет и усовершенствовались существующие механизмы. Что же использовалось в этот период? Усовершенствовалось водяное мельничное колесо, широко применялся уголь, использовались доменные печи, было изобретено книгопечатание к этому времени, была образована текстильная промышленность, оружейное дело и судоходство. Все большую роль в политической жизни европейских государств начинает играть буржуазия и новое дворянство. В европейском обществе в это время сложилось несколько прослоек. Это были старые дворяне, в которые входили крупные феодалы, князья и верхушка церкви. Зарождается новая прослойка класса буржуазии, так называемые новые дворяне. Это были часть дворян, богатых купцов и банкиров, которые купили себе титулы, а также ростовщики и цеховые мастера. Складывается класс наемных рабочих из разорившихся ремесленников, подмастерьев, безземельных крестьян и городской бедноты. Также в XV веке появляется прослойка людей, занимающихся исключительно умственным трудом. Их называли интеллигенцией. Сюда относились преподаватели, юристы, писатели, врачи и другие. На рубеже XV-XVI веков в значительной степени меняются представления европейцев о Земле. Достижения ночной мысли, великие географические открытия, все это расширяло кругозор людей, влияло на представление о своем месте в окружающем мире. Данные явления самым радикальным образом изменили образ жизни европейцев, ознаменовав начало нового времени. В XV и XVI века называют эпохой великих географических открытий. Для этих открытий были созданы предпосылки технические, научные, географические, религиозные, социальные, политические. И благодаря вот этим условиям появилась возможность отправляться путешественникам в дальние плавания и открывать новые земли. Обратите внимание на карту великих географических открытий. На этой карте показаны маршруты самых знаменитых путешествий, осуществленных в XV и XVI веках европейцами и даты открытия ими новых земель. Важнейшим явлением новой истории было распространение элементов западной цивилизации на весь мир. Начало этому процессу положили еще великие географические открытия, которые передали в руки европейцев огромные богатства. Европа утверждала свою гегемонию в мире путем открытой экспансии. Наиболее развитые страны проводили активные колониальные захваты, истребляя и угнетая местное население, навязывая ему свои политические, экономические и культурные нормы и традиции. Важным последствием великих географических открытий была так называемая революция цен. Она выразилась в необычно быстром повышении в течение XVI века цен на сельскохозяйственные и промышленные товары. Если до XVI века цены были в основном стабильными, изменялись только в периоды войн и стихийных бедствий, то начиная с 30-х годов и до конца XVI века они выросли в Европе в несколько раз. Такое движение цен связывали либо с большим притоком драгоценных металлов в Европу, либо с их утечкой в другие страны, как это было в Испании. Из новых земель в Европу было ввезено огромное количество золота и серебра. В связи с этим количество золота в Европе за один XVI век поднялось приблизительно более чем в два раза, а количество серебра более чем в три раза. Однако подлинной причиной революции цен было не увеличение количества денежных металлов, а падение их стоимости. Наиболее выдающимися событиями периода новой истории принято считать великие географические открытия, эпоху Возрождения и реформацию. Благодаря великим географическим открытиям происходит изменение мира. Были открыты новые земли, появляются новые торговые пути, меняется политическая карта мира, торговля приобретает мировой характер и был дан толчок для развития науки. Эпоха Возрождения тоже сыграла свою роль в новое время. Это был новый шаг в развитии искусства, философии. Были сделаны различные открытия в научных сферах, формировался человек нового времени. Реформация внесла изменения в мировоззрении человека. Католическая церковь потеряла свое положение и появляются новые направления христианских церквей. И в заключении нашего урока хотелось бы обобщить, какие же были особенности развития общества в новом времени. В этот период происходит переход от аграрного общества к индустриальному. Начинается период экономического подъема. Происходит развитие мануфактурного производства и торгово-денежных отношений. Торговля начала носить всемирный характер. Происходит развитие денежного дела. Появляются понятия банки, векселя, капитал. Усовершенствуются ручные орудия труда и улучшается технология производства. Появляется новый класс буржуазия. Начинается складывание колониальной системы и католическая церковь теряет свое влияние на общество. В заключении урока вам предлагается домашнее задание. Вы должны ответить на два вопроса. Первый вопрос звучит так. Как технические изобретения и изменения в 16 веке способствовали развитию и усовершенствованию существующих механизмов? Для ответа на второй вопрос вы должны заполнить таблицу, которая называется «Великие географические открытия». Сюда вы должны внести мореплавателей, даты их путешествий, какие были открыты ими земли и какие результаты принесли их открытия. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова